В Центре подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» прошел региональный этап «Старт баттла». Эта интерактивная игра позволяет понять, готовы ли воспитанники детских домов к самостоятельной жизни, какие задания предстояло выполнить участникам, расскажем в сюжете. Интерактивная игра собирает представителей всех детских домов Белгородской области третий год подряд. В этот раз участники строили город своей мечты. Каждая из шести команд получила индивидуальное задание. Так, например, воспитанницам Прохоровского центра развития и социализации ребёнка предложили построить детский сад. Для этого они оформили необходимые документы, взяли кредит, выкупили земельный участок. Это надвигает нас на будущие планы. То есть, если мы хотим что-то сделать, чтобы мы знали уже, как и что. Чтобы мы просто смогли, нам же выпускаться на следующий год, чтобы мы смогли там крутить лампочку ту же, чтобы мы смогли прибить гвоздик или куда-то нам нужно будет отъехать, чтобы мы просто смогли сосредоточиться и заказать себе билет. На следующем этапе команды демонстрировали бытовые навыки на практике. Девушки из Прохоровки отправились на пикник. Я предлагаю вам пройти ринг-пикник. Этот ринг для тех, кто любит и умеет отдыхать комфортно и безопасно. Участницам предстояло решить, какие продукты и вещи они возьмут с собой на природу, а затем самостоятельно установить палатку. Когда мы учим чего-то на словах, рассказываем на занятиях, на каких-то мероприятиях, дети слышат нас, но не откладывается тот багаж знаний, который они получают практически все-таки. Когда они отдельно от нас, от воспитателей, они обычно ждут, что за них кто-то заступится, что им помогут, их направят. А здесь приходится выбор делать самим. Поэтому очень полезный конкурс и очень хочется, чтобы и дальше эти конкурсы стартовали вообще по всей России. Вместе с воспитанниками на конкурс приехали их преподаватели. Для них организаторы придумали специальные задания. Здесь у нас работает команда педагогов. Они выполняют каждое индивидуальное задание, инсталляцию для центра города. Потом эти инсталляции будут отнесены в актовый зал. Ребята будут приходить и голосовать за инсталляцию. Чья инсталляция выиграет, она будет украшать потом центр города. Центр постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» был открыт три года назад. Его специалисты отслеживают судьбы бывших воспитанников детских домов до достижения ими 23 лет, помогают в решении юридических и бытовых проблем, проводят тематические лекции и семинары. Очень важно на протяжении всего пребывания ребят готовить их к будущей самостоятельной жизни. Но важно это делать именно в игровой, интерактивной форме. Потому что именно когда ребята сами пробуют оформить квитанцию на будущее жилье, когда они самостоятельно пытаются сходить в аптеку и приобрести те необходимые лекарства, которые могут им потребоваться в будущей жизни, когда они самостоятельно общаются с представителями органов власти. Победители регионального этапа Star Battle представят нашу область в Москве. Алла Голдинова, Сергей Драчёв. К этому часу. Белгород.